Громкое ДТП в центре Москвы обрастает все новыми подробностями. Речь об аварии, которую устроил некто за рулем спортивного суперкара на огромной скорости. Это мог быть сын очень богатого человека. Говорят, у него даже прав не было. С места происшествия юношу везли друзья, и они, судя по всему, успели попасть еще в одну неприятную историю. Наталья Юрьева весь день пытается разобраться в этом запутанном сюжете. Авария произошла здесь, прямо на въезде на Крымский мост. Феррари двигался от Зубовской площади к Октябрьской. Это около двух километров прямой дороги. Именно тут, судя по всему, и решил разогнаться водитель спорткара. На асфальте до сих пор остались следы ДТП. По словам очевидцев, Феррари буквально летела по дороге со скоростью около 200 километров в час. Все произошедшее зафиксировала камера наблюдения. Сначала спорткар ударился в отбойник крайнего правого ряда, а затем автомобиль отбросила на встречную полосу. Там Феррари протаранило два автомобиля – Вольво и Форд. Последний загорелся вместе со спорткаром. Потушить Феррари не удалось даже прибывшим на место спасателям. Автомобиль стоимостью около 800 тысяч долларов. Выгорел полностью. Двое пострадавших, один из них гражданин Франции, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. А сам лихач, по одной из версий, за секунду до взрыва смог выбраться из машины и скрыться с места происшествия. Не без помощи охраны, подъехавшей на джипе. В итоге полиция нашла водителя Феррари в институте Склифосовского. И выяснилось, что он несовершеннолетний, ему всего 17. И водительского удостоверения у подростка, конечно же, нет. Его личность в прессе пока неизвестна. Агентство Интерфакс сначала сообщило, что это сын израильского миллиардера Льва Льваева, студент первого курса МГИМО. Но потом опровергло эту информацию. Столичная полиция сегодня также заявила, что разыскивается водитель автомобиля Мерседес, который наехал на сотрудника полиции около здания НИИ Склифосовского. По сообщению РИА Новостей, это один из охранников, предполагаемого виновника ДТП. Что касается сгоревшей машины Феррари. Установлено, что она зарегистрирована на юридическое лицо, компанию, которая занимается продажей машин. Каким образом молодой человек оказался за рулем скоростного автомобиля, это предстоит установить сотрудникам полиции. По информации правоохранительных органов, сгоревший автомобиль зарегистрирован на автосталон Автолейман, компанию, которая занимается продажей и приемом машин на комиссию. Вот как прокомментировали произошедшее в самой организации. Автомобиль бы принадлежал нам, он находился на учете на нас, но неделю назад мы продали его. И, к сожалению, хотим отметить, что хоть мы продаем такие эксклюзивные дорогие автомобили, но это в нашем сегменте распространенная практика, когда покупатели не сразу переставляют автомобиль на себя на учет. И пользуются вот этим сроком в 10 дней, и только потом совершают перерегистрацию. В данном случае именно это и произошло. По словам юристов, водитель Феррари может избежать уголовной ответственности, так как авария не привела к причинению тяжкого вреда здоровью человека или к смерти. При этом лихача могут привлечь к административной ответственности. За управление транспортным средством бесправ. Наталья Юрьева, Владимир Хозин, Татьяна Ревенкова и Екатерина Белова. Первый канал.